Всем привет, дорогие друзья! Очередная посылка, как обычно, но в этот раз уже для Redmi Note 10 Pro. Он перед вами, вот он на столе у меня лежит. Это мой второй основной смартфон, которым я пользуюсь каждодневно. Итак, посылка не только для этого смартфона, потому как обычно, опять-таки, как обычно, я скажу следующее. Этот чехол, который находится в этой посылке, подходит и на другие модели компании Xiaomi Redmi Poco. А именно, подходит на Poco F3, на всю линейку Redmi Note 10, Bluetooth 10, XS, X5G, X3 Pro, X3 NFC, Redmi Note 9 Pro. В общем-то, и на другие модели компании Xiaomi Redmi Poco. Просто по ссылке переходите, ставите галочку на противосамодель, и вам придет абсолютно то же самое, что и мне. Я лишь покажу на примере Redmi Note 10 Pro. Ссылка будет в описании на этот чехол. Также, также, ссылка в описании будет и на Redmi Note 10 Pro, если вы раздумываете купить, где именно раздумываете купить этот смартфон. Такой прекрасный, вот у меня, конкретно, в синим-голубом цвете, очень красивый. Ссылка в описании. Это мною проверенный продавец, и самая лучшая цена в интернете. Да и, в принципе, самая лучшая цена. Лучше вы не найдете, и дешевле вы не найдете. Очень рекомендую. Итак, по посылочке еще раз, по чехлу. Чем он, собственно, интересен, скорее всего, вы заметили на самом превью к этому видео. А именно, то, что он для любителей, так скажем, ну, косвенно, да, любителей боевых искусств. Конкретно, этот чехол сделан под одну модель, с одной модели. Модель называется Redmi K40 Bruce Lee. Там интересное оформление под Kung Fu, да. Да и, собственно, там такая же, по-моему, надпись должна быть на чехле. 10 дней посылка до меня добиралась, что достаточно. Да не достаточно, это очень быстро, учитывая, что это Китай. Очень быстро, да еще не сразу отправили, там одни сутки прошли после момента оплаты. Не сразу я побежал на почту, так что неделя доставки, это просто офигительно. 4 рассветки, в моем случае, не желтого цвета, того самого известного, черно-желтого. Но, к слову говоря, подпишитесь на канал. Мало того, что я покажу еще много всяких интересных распаковок для Redmi Note 10 Pro и на другие модели компании Xiaomi. Но я еще также заказал точно, точно такой же чехол в черно-желтой расцветке, только конкретно для модели Poco F3. В данном случае будет другая расцветка. По-моему, она там то ли белая черная, то ли серо-черная, серебряно-черная. Но сейчас посмотрим вместе. Более того, прежде чем заказывать этот чехол, соответственно, ну, лучше посмотреть на моем примере, стоит ли он своих денег, собственно. Как он выполнен, есть ли в нем какие-то недостатки или нет таких недостатков, сейчас мы посмотрим. Ну и, конечно же, мы его нацепим на Redmi Note 10 Pro, посмотрим соответствие по всем отверстиям, посмотрим, как реагируют кнопки. По центровочке, как он удерживается и как смотрится на самом аппарате. Скорее всего, если у вас другая модель аппарата, ну, примерно же будет то же самое. Вы хотя бы составите картину. В принципе, если так рассуждать, у китайцев на Алиэкспрессе продается много всяких чехлов разнообразных, но это в основном одна и та же болванка. То есть, допустим, берется одна болванка и на основе этой болванки шлепаются разные модели компании Xiaomi или других компаний, допустим, Samsung, Realme. И те же самые чехлы абсолютно, с тем же самым дизайном, там просто отверстия пятники другие. Ну, в общем-то, просто размеры другие. А так, если, допустим, у вас Samsung, я сейчас, да, лью много воды, но она очень полезная. Если у вас, допустим, Samsung и вы увидите такой же чехол, можете посмотреть, опять-таки, на примере моего видео. Ну что, вроде бы, как и все рассказал, более здесь рассказывать нечего, давайте распаковывать. Итак, обычный пакет, хорошо упакованный, в пипырышку, как видите, чехол, молодцы. Смотрим, что там приехало. Если кому интересно, что за нож, у меня есть видео на канале, более того, у меня есть на канале целый раздел про ножи, так и называется. Как видите, очень оригинальный я его назвал. В общем, плейлист ножи. Приходите, смотрите, недавно была распаковка этого ножа. Я им крайне доволен, своих денег однозначно стоит дешевый ножичек, но хороший. Смного утеплителя на балкон, даже очень много, посмотрите. Ну это просто радость какая-то, счастье какое-то. Дешевая упаковка, ну и, собственно, вот так он выглядит. Не совсем белый. Смотрим дальше. В упаковке они экономят, как обычно. Благодаря этому дешевле. Интересно, у нас продаются такие чехлы, можно найти вообще такие чехлы или нет. С обратной стороны у нас, смотрите-ка, есть рифление специальное, чтобы не прикрепало к задней стороне смартфона. Здесь указано, что это под модель Redmi Note 10 Pro. Надпись. Ну, неплохо проделано, все сделано. Очень неплохо, на первый взгляд. Далее. Все это, вся эта подложка, вся эта конструкция, основание. Это у нас резина. Здесь у нас, непонятно, здесь у нас вклейка, слушайте, тут интересно, надо рассматривать поближе. Обратите внимание, что черные элементы у нас это якобы карбон. Я вам скажу, что если вот так вот на первый взгляд, то это естественно не карбон, но сделано очень качественно и можно даже перепутать. Я много видел всяких фейков под карбон, но на этот раз очень качественно и, слушайте, прям супер. Надпись с конфу, я надеюсь, правильно я произношу, если неправильно, поправьте мне в комментариях. Есть рифление, чтобы не выскальзывало из рук, пожалуйста, по бокам. Есть два отверстия, чтобы вешать на запястье, где-то в путешествиях пригодится. Крайне ровное отверстие, посмотрите-ка. Дырки, ну, просто шикарно проделаны. Просто не домахаться. Далее еще также у нас кнопка плюс-минус громкость, так и обозначена плюс-минус. Ну и полная защита камеры. В общем-то, на первый взгляд, очень качественный чехол. Посмотрите, обратите внимание, что вот это похоже как бы на дермантин, скорее всего, возможно. Сейчас мы примерим, посмотрим, как все будет смотреться. Но пока, я так понимаю, что это защита 360 градусов. Ну и давайте примерять. Смотрим. Если кому интересно, у меня приклеена вот такая защитная пленка, очень толстая. Это керамическая защитная пленка. Есть видео на канале, можете прийти и посмотреть, что хорошо. То, что она матовая, не остаются отпечатки пальцев. Ну и вы, конечно же, невидимое отражение, прямо как на ноутбуке. Хорошо пальцы скользят. Но я ее, правда, сильно расцарапал. Ссылка в описании, если что. Вот так спереди смотрится, не сильно прибавляет в размерах. Обратите внимание, что окантовочка, ну, благодаря черной окантовке, удерживается крайне хорошо. Не выскальзывает, но и, я вам скажу, крепкий чехол, хорошая защита. Погнали. По дисплеям, смотрите-ка, защищает даже то стекло, которое я приклеил на смартфон. Это очень хорошо. Кладете вниз, телефон не царапается. Естественно, камеры мало того, что утоплены, так они еще там просто прикрыты. Царапиться и биться они не будут. По центровочке обратите внимание, что все четко, красиво. Прям шикарно, я бы даже сказал. Супер. Далее, кнопка включения-выключения проверяем. Я пока не вдавливаю. Так, а ну-ка, еще раз. Раз, два. Отличный отклик, потому как хороший вырез, и не надо сильно вдавливать туда палец. Далее, кнопка громкости с щелчками. Отклик моментальный. Никаких претензий нет. Основной динамик, это у нас микрофон. Здесь у нас Type-C разъем под зарядку. Очень все ровно, центровка. Посмотрите, микрофон как ровненько по центру. Ну и, конечно же, перфорация, динамика. Отлично. Сверху у нас также стереозвук динамик основной. Три с половиной мини-джек. Шумоподавление отверстия при видеосвязи и разговорах записи. Ну и, конечно же, икопор. Опять все великолепно. Слушайте, это просто великолепно. Это шикарный чехол, который я вам рекомендую. Мне он очень нравится. Я, пожалуй, даже его оставлю. Буду с ним гонять. Оставлю его на телефоне. Не забывайте про 4, 4 расцветки. Вот, 4 расцветки. Желтый присутствует. Кому именно желтый? Я думаю, желтый вообще будет бомбический. Опять-таки, подпишитесь на канал. Покажу на F3. То же самое, там же можете выбрать... Да вы сейчас можете перейти и выбрать желтый цвет без проблем. Ну и что еще? Давайте вот макро я вам покажу, как это выглядит на телефоне. Карбончик классно сделан. То есть такая выемка. Дермантин просто под кожу шикарно сделан. Также я буду только хвалить. Посмотрите, во-первых, момент, когда резина сходится с дермантина по краям, по периметру. Ни клея, никаких ниток, не знаю, никаких артефактов абсолютно нет. Я очень доволен. Дешевый чехол. Однозначно стоит своих денег. Вот так вот выглядит у нас сзади. Как он? Пишите в комментариях. Спереди, естественно, еще раз. Как он? Пишите в комментариях. Сидит в руке великолепно, не выскальзывает благодаря вот этим вот еще раз насечкам. Достаточно крупным. Шикарно. Хороший чехол, полная защита, 360 градусов всех сторон. Однозначно стоит своих денег. Ну что, друзья, я думаю, если вам чехол понравился, ставьте лайк. Конечно же, пишите, что о нем думаете. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Еще много будет интересных чехлов на канале. В том числе и для Redmi Note 10 Pro. Не забывайте. Ну, блин, я считаю, что в этот раз я вам действительно продемонстрировал достойный чехол. По расцветкам переходите, определяйтесь, покупайте. Блин, супер. Я доволен. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok